Мы начинаем разбор библиотек, стандартных библиотек QDCIS. Начинаем его с работы со стандартной библиотекой. Она так и называется, стандарт тип. Давайте я вот здесь в качестве комментариев помечу. Элементы, входящие в эту библиотеку, являются настолько часто использованными, что фактически ни один проект без них не обходится. Собственно, именно поэтому разобраться с содержимым этой библиотеки весьма и весьма полезно. Библиотека сама по себе, это по большому счету файл дополнительный, который вы подключаете к проекту. Этот самый файл может содержать какие-то готовые блоки, элементы алгоритмов. Может быть списки переменных, может быть какие-то пользовательские типы данных или визуализации. Но, как правило, все-таки основное наполнение библиотек это какие-то готовые блоки, которые вы используете уже в программе вашей, в вашем алгоритме, вместо того, чтобы реализовывать их каждый раз самостоятельно. Сама по себе библиотека StandardLeap, она написана разработчиками QDCS, компанией 3S Software. И особенность этой библиотеки заключается в том, что по умолчанию, когда вы создаете новый проект, у вас эта библиотека к проекту всегда подключена, то есть проект сразу готов к тому, чтобы внутри него использовать элементы этой самой библиотеки. Существуют, естественно, и другие библиотеки, как какие-то стандартные, написанные 3S Software, написанные той же самой компанией OVEN, исходя из собственного оборудования. Есть возможность использовать и создавать также пользовательские библиотеки. Но мы с вами пока разбираемся с тем готовым, что уже есть. Так вот, библиотека StandardLeap содержит следующие компоненты, следующие элементы. Давайте я их, может быть, прямо здесь тоже сразу перечислю. Это детекторы фронтов. Теперь у нас с вами будет возможность использовать уже готовый блок переднего фронта определения и аналогичный блок определения заднего фронта. Также в библиотеке StandardLeap содержатся готовые RS и SR-триггеры. Вы можете использовать для работы операции установки сброса, напомню, издается вот этой кнопкой. Можете использовать готовый блок RS и SR-триггеры. То есть тут вы выбираете для себя то, что просто для вас проще, понятней и удобней. Там же в библиотеке StandardLeap находятся функции работы со строковыми переменными. Это, по сути, способы изменять содержимое значения строковых переменных, переменных типа string. То есть разделять строки, удалять какую-то часть, склеивать несколько строк в одну, находить ту или иную часть текста внутри строки, ну и так далее. То есть, в общем, стандартные элементы работы с текстом, которые фактически в любом языке программирования, как правило, имеются. Там же в библиотеке StandardLeap есть несколько счетчиков импульсов. О них мы будем говорить подробно. Там же в библиотеке StandardLeap есть несколько типов таймеров. Они особенно интересны. Про них у нас будет отдельный материал, отдельный разговор. Вот такое наполнение библиотеки. Ну и давайте мы начнем с того, что разберем вот эти первые два элемента. Это детекторы фронтов и, соответственно, триггеры. Значит, каким образом использовать те или иные элементы стандартной библиотеки? Ну смотрите, по большому счету, так же, как мы с вами делали раньше, вы вызываете элемент, добавляете его на рабочую область, и, соответственно, в заголовке элемента прописываете название того блока, который вам нужен. К примеру, блок определения переднего фронта из библиотеки StandardLeap имеет следующее название. Per, нижнее подчеркивание, trig. Вот такой. Вы забиваете это название, соответственно, у вас появляется лук. Соответственно, блок определения заднего фронта, он называется уже F-trick. R-trick передний, F-trick задний. Вы также можете добавлять эти блоки, ну, пока еще, может быть, не очень хорошо помните их название, хотя я бы вам советовал, во-первых, записать, во-вторых, смотреть по ним в справочной системе. Так вот, если вдруг название этих блоков не совсем хорошо помните, можно пойти следующим путем. Вы просто выделяете заголовок того или иного блока, нажимаете кнопку F2. И здесь, в третьем пункте, стандартные функциональные блоки, он называется, вы находите библиотеку StandardLeap, вот она, так, и в соответствующей папке выбираете либо F-trick, либо R-trick, либо что-то другое, что вам может быть. Нажимаете ОК. Можно пойти таким образом. Значит, после просмотра этого материала, когда будете уже что-то пробовать, я вам крайне рекомендую в справочной системе, давайте я прям покажу в справочной системе QDCIS, внимательно посмотреть пункт библиотеки QDCIS, вот он, и в частности пункт стандартная библиотека. То есть почитайте по всей элементе, как они работают. Еще раз повторюсь, элементы стандартной библиотеки используются практически в каждом проекте, и по-хорошему вам необходимо в них качественно разбираться, для того, чтобы пользоваться ими без каких-то сложностей. То есть вот по справке, пожалуйста, почитайте. Ну а сейчас я покажу, как работают те или иные блоки, и разъясню тонкости работы с библиотечными алгоритмами, они тут есть. Значит, смотрите. Очень важный элемент заключается в следующем. Когда вы используете какой-то библиотечный алгоритм, например, блок R-Trick, вы вызываете его на рабочую область, и вот здесь вот сверху появляются вот такие вот знаки вопроса красного. Связано это вот с чем. Когда вы добавляете вот этот блок на рабочую область, вы, ну что называется, берете не сам элемент из библиотеки, вы в проекте вашей программе создаете его копию. Соответственно, каждая такая копия должна в QDC иметь собственное имя. Ну, например, вот эта вот копия будет иметь имя, скажем, TR1. Вы набираете это имя, затем нажимаете кнопку Enter, и у вас появляется окно объявления переменной. То есть, смотрите, по сути дела, для функционального блока, для библиотечного алгоритма, да, вы задаете имя копии по аналогии с тем, как вы задаете имя переменной определенного типа. Другими словами, все те имена блоков, все те копии, которые вы в проекте используете, вы обязательно должны вот здесь вот сверху, в области объявления, обязательно указать, объявить. Точно так же, как мы с вами делаем это с переменной. Ну, вот, например, сейчас у меня будет переменная, ну, допустим, B1, типа BOOL, да, для того, чтобы ее использовать, я ее обязательно объявляю. Здесь же, предположим, будет переменная B2, типа BOOL, переменная B3, типа BOOL. Точно так же, когда вы используете библиотечный алгоритм, вы, во-первых, должны придумать ему имя копии. Здесь это также необходимо. Ну, допустим, здесь будет TR2, так. Обязательно вот это вот имя копии, имя экземпляра вы должны объявить. То есть вот такое имя соответствует такому типу блока, такому типу алгоритма. Вот оно у нас появилось, это объявление в устье. Зачем это делается? Смотрите, один и тот же блок, например, блок R3, вы можете в рамках вашей программы использовать один раз, да. Может получиться такая ситуация, что один и тот же алгоритм вам полезно использовать несколько раз, так. При этом работать вот эти вот блоки R3, они будут одинаково, так. То есть у нас пришел передний фронт, а на выходе появляется единичный импульс, да. Вот, но для того, чтобы они работали независимо друг от друга, например, этот с переменной B1, этот с переменной B2 и так далее, то есть чтобы они работали пусть одинаково, но независимо, для каждого из них вы обязательно придумаете свое имя копии. То есть здесь будет, например, TR3, здесь будет, например, TR4. То есть сколько библиотечных блоков используете в проекте, столько же имен у вас должно быть, так, чтобы они работали независимо друг от друга. Вот на это обратите, пожалуйста, внимание. Ну и такой еще момент сразу здесь же покажу. Смотрите, предположим, для блока TR2 вы решили поменять его тип алгоритма, да, то есть изначально планировали использовать детектор заднего фронта, блок F3, потом передумали, поняли, что вам необходим передний фронт, R3. Вы меняете тип блока здесь и сразу же сверху в области объявления также должны произвести соответствующие изменения. Вот тогда это будет правильно. Если вдруг вы этих изменений не сделали, то есть оставили здесь F3, а используете как R3, то при компиляции у вас появляются предупреждения и ошибки, так. То есть вот у нас Kudasys здесь пишет, TR2 должен быть объявлен экземпляром блока R3, а он у нас объявлен экземпляр блока F3. То есть вот это надо поправить. Так, ну хорошо, и теперь просто покажу, каким образом вот эти вот блоки работают, да, то есть вернем обратно задний фронт. Так. Ну и будем говорить, что по приходу переднего фронта с переменной B1 у нас, предположим, переменная B3 должна включиться. Так. По приходу заднего фронта с переменной B2 именно заднего, да, у нас переменная B3 должна, ну допустим, отключиться. Проверяем. Сохраняем проект, как обычно, расставляем порядок, компилируем и запускаем в режиме эмуляции. Или на контроллере, если он у вас есть под рукой. Запускаем. Итак, давайте смотреть. Когда у нас с вами появляется передний фронт переменной B1, вот он появился, на выходе блока R3 у вас проскайкивает кратковременный сигнал, и он включает переменную B3. Сигнал действительно кратковременный, то есть на выходе блок он будет держаться всего 10 миллисекунд, поэтому не удивляйтесь, если вдруг вы его не успеете заметить. Ну, скажем так, время обновления информации на мониторе у нас с вами составляет всего 50 Гц, поэтому есть вероятность, что это в принципе не попадет на экран. Не суть. По переменной B3 мы с вами видим, что сигнал прошел и она включится. Соответственно, когда у нас с вами приходит задний фронт переменной B2, сейчас мы его организовываем, так, у вас сигнал в переменной B3 естественным образом пропадает. С этим, я думаю, все понятно. Давайте здесь же разберемся с тем, каким образом можно вот эти вот кратковременные вещи, кратковременные моменты ловить, каким образом вообще отлаживать программу с тем, чтобы вы могли вот эти вот вещи отслеживать и уметь их определять, понимать, что в программе происходит. Значит, смотрите. Во-первых, можно сделать следующим образом. Программу в любой момент вы можете поставить на паузу. то есть, сейчас она у нас с каким-то временем цикла выполняется, да, горит вот здесь вот надпись запущена. Если в меню онлайн мы выбираем пункт стоп, вот он, и мы нажимаем сочетание клави Shift-F8. У нас пропадает надпись запущена. Так. Ну и даже если значение переменной вы поменяли, вы видите, дальше этот сигнал через блок на его выход не проходит. Почему? Потому что программа, вот то, что мы с вами здесь сейчас написали, нарисовали, она не работает, она находится на паузе. Соответственно, для того, чтобы программу с паузы снять, вы, ну, либо в меню онлайн, как обычно, выбираете пункт старт, либо просто нажимаете клавишу F5, и в этот момент вы видите, у нас с вами переменная B3 сработала, по надписи запущена, можно отследить то, что программа снята с паузы. Так, возвращаем на исходное. Теперь следующий момент. Каким образом, скажем так, проходить один цикл, да, или, может быть, в рамках одного цикла переходить между какими-то, скажем так, обрабатывать программу, нашу внутри цикла, частями. Допустим, отработать вот эту операцию, верхнюю, верхнюю цепочку и остановиться, посмотреть, как там что получилось, затем отработать нижнюю, снова остановиться. Сделать это можно следующим образом. Вы выбираете какую-то операцию, это может быть блок, это может быть операция, допустим, логическая, или арифметическая, любая другая. Это может быть операция присвоения, то есть, по сути, вы выбираете вот этот вот выход, да, выделяете его, ну, например, вот таким образом, и ставите точку останова с помощью клавиши F9. Нажимаем F. Либо можно выбрать эту самую точку останова вот здесь вот в меню. Соответственно, когда программа доходит у вас до точки останова, она автоматически перед выполнением этой операции встает на паузу. Вы отслеживаете, что у вас к этому моменту в системе было сделано, какие произошли операции, какие переменные неизначены. Здесь же вы можете вручную что-то поменять, подкрутить, да, ну, например, задать для переменной B1 новое значение, нажать Ctrl F7, его записать, так. Вы также можете поставить еще одну точку останова, ну, допустим, давайте на блоке F3. Опять же, нажимаем, выделяем его левой кнопкой, меню онлайн, находим переключить точку останова или клавиши F9. Вы видите, точка останова, она подсвечивается вот такой вот бирюзовой рамкой. Теперь, что у нас с вами будет дальше? Сейчас программа стоит на паузе, на вход нашего детектора переднего фронта сейчас подается сигнал, то есть, по сути, сейчас после запуска он должен сработать. Мы нажимаем клавишу F5, программа отрабатывает этот блок и все, что идет вслед за ним, доходит до следующей точки остановы, здесь снова встает на паузу. Так. Вы видите, что у нас с вами на выходе блока R3 появился сигнал, да, то есть, тот самый передний фронт, и он включил переменную B3. Если мы с вами последовательно нажимая клавишу F5 вернемся к обработке блока R3 еще раз, уже в следующем цикле, то обработав его увидим, что на выходе уже сигнала нет. То есть, вот этот импульс, который дает передний фронт, он кратковременный, он держится на выходе блока всего один цикл, то есть, до следующего обращения. Хорошо, давайте я поменяю состояние переменных вот таким вот образом. Так, Ctrl F7, нажму кнопку F5, и перед тем, как мы выполним операцию F3, давайте на ее входе сделаем приход заднего фронта от переменной B2. То есть, меняем ее значение на False, нажимаем Ctrl F7, так, и затем нажимаем сочетание клавиши F5, вот видите, здесь у меня что-то не получилось. Пробуем еще раз. Итак, значит, сначала переменную B2 взводим, доходим до блока, и теперь, соответственно, эту самую переменную ставим в Loss, еще раз доходим до блока, и вот вы видите, теперь появился сигнал на выходе, который переменную B3 открыть. Более детальную обработку, то есть, не от точки останова до точки останова, а прям по шагам подряд, останавливаясь при необходимости на каждом шаге, на каждом действии, вы можете сделать следующим образом. Вы ставите точку останова, программа до нее доходит, подсвечивает это место красным, после чего вы просто нажимаете клавишей F8 и последовательно после каждого нажатия выполняете последующую операцию. Таким образом, по шагам смотрите, вкладываете вашу программу. Здесь достаточно удобно. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, для того, чтобы снять существующий в проекте точки останова, можно поступить в следующем образом. Либо вы выделяете тот блок той операции, в которой точка останова стоит, и затем нажимаете F9, либо в меню онлайн выбираете пункт переключить точку останова. Либо второй вариант, смотрите, вот здесь вот внизу у вас есть надпись TO, соответственно, она активна тогда, когда в проекте хотя бы одна точка останова есть. В меню онлайн есть такой пункт, который называется диалог точек останова. Вот он. Если мы заходим в него, мы видим все точки останова, которые есть, может быть одна, может быть много, и здесь же, нажав на клавишу удалить или удалить все, вы можете убрать все точки останова, закрыть окно. У нас с вами пропадает надпись TO, и дальше по большому счету достаточно нажать на старт через меню онлайн, либо через вот эту кнопку, либо просто нажать на клавиатуре F5, и соответственно ваш проект дальше будет работать в обычном стандартном режиме, без пауз, без остановок. до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...